8 марта – это первый весенний праздник, символизирующий надежду, любовь и красоту. Торжественное мероприятие для милых дам прошло накануне праздника в областном центре. На торжественном мероприятии глава региона вручил награды выдающимся женщинам Верхневолжья. В их число попали многодетные матери, а также профессионалы своего дела. Репортаж из драматического театра. Театр драмы пропитан красотой весенней праздничной атмосферы. Здесь собрался весь свет прекрасных дам. Особой красотой и мудростью в глазах, сдержанностью и любовью выделяется Ольга. Она многодетная мать, воспитывает пятерых детей. Старшему 23 года, младшему 8. У нас большая семья. Я сама из многодетной семьи. У меня муж из многодетной семьи. И все вместе за праздничным столом и до 8 марта. Обязательно. Пять детей – это немного, когда работаешь в детском саду. Там их побольше. В преддверии праздника Ольга была удостоена почетного знака славы матери. Его вручил губернатор Тверской области Игору Деня. Также в этот день на сцену драм-театра поднялись женщины-профессионалы своего дела. Они добились больших успехов в разных сферах. Медицина, образование, средства массовой информации, культура. Ирина Некрасова уже более 35 лет работает преподавателем Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского. Для нее работа – это жизнь, а воспитанники – дети. Молодежь, вы знаете, вот говорят, там хуже становится. Мне кажется, лучше. Потому что ребята, особенно те, которые в профессии, которые выбрали эту профессию, но они фанаты в прямом смысле. То есть они радеют за народную культуру, за русскую культуру, за русскую традицию. И это очень важно, потому что это корм. Потому что это то, что держит их на верном пути. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Ирина Некрасова достойно почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Также среди награжденных в предпраздничный день были специалисты сфер здравоохранения, образования и СМИ. Клава региона вручила им благодарность и награды. Отмечена в этот день была и совсем юная жительница Вышнего Волочка. Елизавета Шестову достойно почетной грамоты губернатора Тверской области за проявленное мужество и отвагу. Зимой этого года девочка, находясь на каникулах в Северной столице во время прогулки по городу, первой пришла на помощь двум детям, провалившимся под лед и помогла их спасти. В зал иступал школьницу аплодисментами. Женская сердечность, поддержка и доброта – это прочный фундамент каждой семьи и надежный тыл, а также основа для воспитания наших детей. Мы особенно ценим в наших женщинах умение традиционно сочетать хранительницу семейного очага, заботу о родных и близких с профессиональной, творческой и общественной деятельностью. В год памяти и славы губернатор особо отметил подвиг женщин военного поколения. Вы стали для нас примером мужества, любви и верности. Спасибо вам за то, что на фронте, в тылу, наравне с мужчинами вы каждый день ковали и приближали победу. Подарком для всех приглашенных стал концерт с участием заслуженных артистов России Гоши Куценко и Леонида Серебренникова, а также актеров театра и кино, актеров Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы творческих коллективов «Верхние Болжья». Продолжение следует...